Хорошо. Пошло. Все, начинаем. Мы с вами очень вовремя собрались сегодня для обсуждения именно этого продукта, который активно влияет на иммунитет и регулирует его, в связи с опять обострившейся ситуацией с коронавирусом. Мы встречались с вами, насколько я помню, в апреле, когда был чуть ли не пик заболеваемости, думала, что все пойдет на убыль, по крайней мере, а вот видите, все опять пошло на взлет заболеваемости. И это серьезно. Серьезно. Заболеваемость выросла намного, я не буду об этом говорить, но два слова все-таки хочу сказать просто от себя, от души. 85% причины этой повышенной заболеваемости это несоблюдение санитарных норм. Просто как будто бы умышленно это делается. Я смотрю в транспорте, у нас на занятиях студенты, врачи, которые должны пропагандировать все санитарные подходы, ходят без масок, вот создают такие плотные коллективы между собой. Ну это понятно, это молодежь. Ну маски-то надо одевать, перчатки надо одевать. И сколько об этом ни говорилось, ничего не помогло. Но есть еще одна сторона этой проблемы, проблем заболеваемости, этим заболеваниям, любыми другими заболеваниями, в том числе естественные инфекционные. Это, конечно, собственный иммунитет. Те лица, у кого иммунитет выдержан и сильный, значительно легче переносят заболевания, если они даже, не дай бог, заражаются. А вообще-то говоря, хороший иммунитет должен защищать вообще от заражаемости коронавирусом и любыми другими инфекциями. Кстати говоря, не надо забывать, что другие инфекции никуда не делись. Никуда не делись, никуда не делся туберкулез и прочие неприятности. Кстати говоря, уже была информация, что вот как только немножечко снизится накал с коронавирусом, это тот период, когда заболевало 4 тысячи человек. Вот займутся опять проблемой туберкулезных больных. Заболеваемость опять пошла вверх, не знаю, занимается туберкулезными больными или нет. В общем, серьезная проблема, связанная с сниженным иммунитетом. На национальном уровне сниженный иммунитет. Почему? Это связано с проблемами питания, с дефицитами, которые, к сожалению, у нас проявляются не сегодня и не вчера, а десятилетиями. Вот я привожу на этом слайде данные заключения Государственной Думы. Правда, там пятилетней давности, но это ничего не поменяло в лучшую сторону. Посмотрите, какие дефициты. Дефицит витамина С у 70% населения, а витамин С входит в продукт, который мы сегодня будем обсуждать, между прочим. Дефицит фолиевой кислоты у 70-80% населения в сети. Эти два витамина здесь в качестве примера только приведены и другие тоже. Они играют очень важную роль в очень многих процессах. Мы все обсуждать не будем. Мы говорим о иммунитете. Далее, посмотрите, какие дефициты минералов. И каждый из этих минералов, перечисленных вам внизу, имеет самое прямое отношение к той проблеме, которую мы с вами изучаем. Железо. У 20-40% населения. Кажется, железо – это железо дефицитное аниме. Это само собой. Железо дефицитное аниме – это тоже низкий уровень обеспеченности. Кислорода может значить энергию, в том числе и иммунных клеток. Поэтому неудивительно, что в дефиците железа снижается иммунитет. Любой повышается заболеваемость. Далее, то же самое касается кальция. Йода, казалось бы, какое отношение к иммунитету? Самое прямое. Речь идет не о йоде. Калу-йодной настойке, которая действительно обладает очень мощным бактерицидным действием. И речь идет о гормонах, содержащих йод. Это гормоны щитовидной железы, которые контролируют энергетический обмен. В том числе в клетках иммунной системы. Без энергии вообще никакая клетка существовать функционировать не может. Тем более такие активные, как клетки иммунной системы. Ну, о селене говорить не приходится. Один из важнейших факторов иммунитета и противораковой защиты, и других видов мы будем говорить немножко позже подробнее. Так вот, дефицит по селену почти у 95% населения. Ну, как? Селен доступный сейчас. Мы сегодня с вами будем говорить о его активных, безопасных формах. Он доступен, если бы речь шла это лет 30 тому назад, да, это была бы экзотика. А сейчас говорить не приходится. И тем не менее, смотрите, дефицит цинка. Ну, у меня есть очень серьезные данные по Санкт-Петербургу, но в других местах ситуация не лучше. По Санкт-Петербургу 100% дефицит цинка. Выборка была, изучение было проведено нашим центром в серьезных лабораториях МЧС. 10,5 тысяч человек было обследовано. 100% дефицит цинка. Один из важнейших иммуномодуляторов. Вот представьте себе, какой ситуацией мы с вами живем. И дело не в том, что это недоступно. Все это доступно, потому что мы сами это все не используем. И, к сожалению, часто врачи даже не рекомендуют или не рекомендовали в прежние времена. Но у нас, как всегда бывает, вдруг стал модным цинк сейчас. Вот если вы послушаете все передачи, YouTube, по телевизору, неважно где, цинк самое главное сейчас. Так же, как насчет витамина D была проблема. Если в свое время приходилось студентам читать лекции по жирорастворимым витаминам, витамине D, нужно было говорить, будьте осторожны, смотрите, не передозируйте. И тогда дозировка была 400 международных единиц. Смотрите, не передозируйте. А доза, реальная доза, как сейчас показано, через 20 лет, 2000 международных единиц, что же получается, мы 20 лет пятикратно недополучали витамин D. А теперь о витамине D не говорит только ленивый. О том, что как он важен в профилактике заболевания тем же коронавирусом. Но при этом тоже не все говорится. А очень важно, я сразу скажу, витамин D непосредственно, то есть по рецептуре, не входит в продукт, который будем обсуждать. Но знать об этом надо. Для того, чтобы витамин D действительно работал, его одного недостаточно. Нужно, чтобы одновременно было все то, что входит вот в этот продукт, который мы с вами сегодня обсуждаем. Вот это очень важное положение. Я объясню, почему. Витамин D работает не сам. Он является прогормоном. Из него в почках, печени в почках, которая должна нормально работать, образуется активный гормональный продукт, который называется кальцитриол. И вот этот кальцитриол по существу осуществляет все функции витамина D. Кальцитриол, а не сам витамин D. А чтобы он образовывался, я не буду обсуждать нигде как, сегодня не тема этого разговора. Нужно, чтобы были витамин С, витамин Е, витамин К, витамин В2, цинк, селен, магний, кальций абсолютно обязательно. А сейчас о витамине D3 говорят много, не добавляя то, что и только что было сказано. И поэтому его эффективность, конечно, не может быть выражена при тех дефицитах, о которых только что мы с вами сказали. Вот это нужно обязательно учитывать. Это такая однобокость, недосказанность чего-то. Но мы говорили о том, что мы должны с вами ежедневно потреблять 15 витаминов, 30 макро-микроэлементов. Ежедневно. И поэтому вопросы о том, сколько времени принимать, принимать неделю, две, как бы передозировки не было. Какая передозировка при таких дефицитах? Вот у нас и сниженный иммунитет получается. В популяции сниженный иммунитет. Витамины, минералы, особенно водорастворимые витамины, а их 11. Если жирорастворимые витамины аккумулируются все-таки, то 11 водорастворимых витаминов, туда входит и витамин С, кстати говоря, витамины группы В и так далее, они поступают в организм, вырабатывают необходимую функцию свою и выводятся. В этом очень легко убедиться. Самим не надо никакой науке. Вы принимаете витамины группы В, куда входит витамин В2, он желтого цвета, сразу видно. Запиваете все это, естественно, все запивается водой, а потом посещаете соответствующее место и мгновенно видите, что через 15-20 минут витамин, метаболит и витамины В2, они тоже желтого цвета, уже выводятся, желтого цвета. И нечего бояться какого-то накопления, организм это не склад, это машина работающая. Более того, помимо вот этих 15 витаминов, 30 макро-микроэлементов, организм должен получать еще 20 классов так называемых микронутриентов, других веществ. Я их перечислю, потому что это очень важно обеспечивать свой организм. Это флавоноиды, вот три типа флавоноидов. Перед вами списки. Это кумарины, фурокумарины, вот из известных растений, сельдерей, пастернак, пожалуйста, да. Хиноны, бихинон, например, коферменку есть, растительные индолы, из капусты брокколи, брюссельская, все сейчас есть. Те же из этиоцианаты, из этих же источников, плюс брюква, хрен, репа, редька, что-то всегда есть. Пулесульфиды, чеснока, лука, черемши, ну черемши сейчас нет сезона, но лук-то, чеснок всегда есть. Терпиноиды различные, вот из зонтичных растений, которые мы с вами рассматриваем как приправы, да. Смотрим дальше. Каротиноиды, альфа-бета-гамма-каротины, ликопин из красных томатов, астаксантин из красной рыбы, продолжаем. Фитостеролы или фитостерины, тоже важные факторы иммунитета, кстати. Из овса, та же овсянка, например, и сои из растительных масел, только нерафинированных. Полиомега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, жир холодноводных рыб, он продается, естественно. Аминокислоты, пептиды, самые разнообразные, очень важные. Далее, растительные полисахариды, это не только крахмал, уж крахмала мы получаем более чем достаточно. Есть полисахариды, например, с китайских грибов, и самое главное, из алоэ мы знаем, а циманана, это и есть полисахарид, иммуномодулирующий. А китайские грибы, тот же рейши, о котором отдельно у нас идет с вами разговор, содержит так называемый гликан, и самые разнообразные, они все являются иммуномодуляторами, поэтому подавляющее большинство это не получается, если не используют эти продукты. Фосфолипиды, например, лецитин, например, из того же самого овса, но овсянки. Масличные культуры, масла нерафинированные. Фитоэстрогены, это для женщин, это продукты, которые модулируют действия женских половых гормонов, регулируя гормональный женский баланс. А здоровье женщины, так же как и мужчины от мужских гормонов, так и здоровье женщины от женских гормонов. Но я бы добавил сюда 20-й пункт, который называется метабиотики. Это компоненты, которые продуцируются нормальной микрофлорой. У нас и 90% аномальная микрофлора. И вот современные продукты питания, по данным Государственной Думы, это официально признано, удовлетворяет потребность организма во всех этих компонентах, которые называются микроиндуриенты. То есть все витамины, все минералы и вот эти 20 классов, перечисленные мной веществ, классов, не веществ, а классов, каждый класс может сотни содержать. Так вот удовлетворяется потребность организма всего на 5-6%. То есть мы 95% на дефициты. Мы в дефиците. Вот и хронический дефицит этих всех компонентов. И отсюда проблемы вообще со здоровьем, в том числе иммунной системой, возможности организма защищаться от инфекций, в том числе коронавирусной инфекции сейчас, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, ну и так далее. Можно долго перечислять эти печальные цифры, это очень серьезно все. Ну, поскольку мы сейчас все продукты с вами не будем обсуждать, я перейду, чтобы вас не нагружать лишней информацией к основным продуктам, к основному продукту. Мы должны сказать, что алоэ вера лежит в основе всей продукции Элеровской линейки. Алоэ вера. И этот продукт является своего рода стержнем, на который, ну, как бы нанизываются все остальные усиливающие его действия компоненты. Алоэ сам по себе продукт иммуномодулирующий. Вот ацемананы, это так называются полисахаридные компоненты сока алоэ, они все являются эффективными иммуномодуляторами. Более того, алоэ увеличивает биодоступность витамина С, о котором мы сейчас будем говорить подробно. Витамина Е, это не только антиоксиданты, как обычно принято это, обычно говорить об этом. Они же активно влияют на иммунитет, без всякого сомнения. И через антиоксидантную активность, и через нейроностабилизирующую и другие формы проявления активности. Алоэ – базисный продукт. Я еще раз подчеркиваю, хоть уже говорил в предыдущих лекциях, что алоэ, вот этот продукт, что используется сок алоэ, то есть мякоть алоэ. Это принципиально важно, потому что кожура алоэ содержит так называемые антрохилоны, которые обладают послабляющим действием и сразу создаются противопоказания. Ну, сейчас и беременны, нельзя такие продукты, если кожица, кожура не удалена. Здесь она убрана, используется только гель алоэ. Колька гель – это принципиально важно. Кроме того, алоэ всегда так называемые активированы. Активированное алоэ выполняется во всем мире по методу российского врача-офтальмолога Филатова. Он предложил еще в 20-х годах прошлого века метод активации алоэ путем выдерживания листьев алоэ двух-трехлетнего возраста, не самых молодых, при пониженной температуре, при температуре там 10-14 градусов в течение двух недель. Так, что это? Как пить иммунитет? Вот вопрос какой-то у кого-то с вкусом плесени. Ну, это уже другой вопрос. Значит, это вопрос к поставщикам, чтобы продукт был свежим. Потому что в плесени там ниоткуда не должно быть. Вот мы с вами сейчас, я экономлю время, естественно, для того, чтобы мы с вами сконцентрировали внимание на сегодняшнем базовом продукте. Базовом продукте. Вон перед вами защита иммунитета. Посмотрите, состав здесь приведен. Компоненты, которые входят. Здесь они прописаны по кругу, но значимость их, естественно, неоднозначна. Мы начнем с вами просто по порядку. Все они здесь важны и усиливают действия друг друга. Итак, гель иммун плюс, так называемый, который укрепляет иммунитет клетки иммунной системы, поддерживает реакцию иммунной системы на внедрение чужих антигенов, так называемых. То есть, одним словом, вся эта композиция работает, усиливая друг друга. Это называется синергизмом, а не простое сложение. Для того, чтобы при грамотном приеме, это имеется в виду, чем раньше начать принимать, кем раньше выработается иммунитет, за один день иммунитет не выработается. Я поэтому, читая этот материал, еще в апреле месяце об этом говорил, начинаем принимать. И вот сейчас бы, если кто начал в те месяцы принимать, уверяю вас, был бы значительно более эффективно защищен от нынешней вспышки коронавируса, чем те, кто его не принимает. Иммунитет приобретен и вырабатывается во времени. Он не может возникнуть за одну минуту, за один час, за одни сутки. Это не гели нужны для того, чтобы иммунная система пришла в соответствующий равновесие. Вот на всякий случай об этом говорю. Итак, мы начинаем с вами. Значит, корень имбиря с лимоном и медом. Первая композиция. Вот перед вами полезные свойства. Это противовоспалительное, главное, иммуномодулирующее. Оно здесь третьим написано. Иммуномодулирующее. Сейчас это самое главное. Антисептическое средство. Антиоксидантная функция. Ну и те дополнительные, которые здесь указаны. Противовоспалительные, потому что любая инфекция, в том числе и коронавирусная инфекция, это тоже воспалительный процесс. Сосудистый воспалительный процесс. Легкие поражаются в первую очередь, но они поражаются из-за поражения сосудов и системы крови. Вот об этом нужно обязательно помнить. Я об этом буду повторять и говорить еще не один раз. Гель алоэ и дополнительно имбирь. Ну, о деле алоэ мы с вами сказали. Теперь еще раз повторим в связи вот с этой уже комбинацией. Я все время подчеркиваю это, что все продукты должны быть комбинированные. Должны быть обязательно комбинированные, потому что комбинированность усиливает действия каждого из них. Так вот, гель алоэ плюс имбирь – противовоспалительное и более утоляющее действие. Здесь объясняется, если врачи меня слушают, то они знают, что есть так называемые провоспалительные простагландины, которые образуются из омега-6 жирных кислот, получаемых нами в избытке по сравнению с омега-3. Так вот, они обладают провоспалительным действием, провоспалительным действием. Вот эта композиция подавляет провоспалительное действие и способствует противовоспалительному действию. Далее. Торможение агрегации тромбоцитов, то есть профилактика образования тромбов, в том числе микротромбов в легочной ткани. Я сейчас все время проецирую это на ситуацию, которая сложилась сейчас в начале октября в стране. Очень важный момент – это профилактика тромбообразования, микротромбообразования во всех системах, прежде всего в легких. Вот в этом же вся проблема состоит. По действиям вируса происходит это. Далее. Немаловажное значение имеет другие эффекты этой системы. Это торможение всасывания холестерина и стимуляция превращения холестерина в желчные кислоты. Поясню, что это значит. Дело в том, что холестерин является абсолютно нормальным компонентом организма, компонентом клетчевых мембран, исходным материалом для образования очень важных веществ биологически активных, таких как гормоны стероидные, это гормоны коры надпочечников, это половые гормоны женские и мужские. Витамин D образуется из кожного холестерина, но при ультрафиолетовом облучении кожи. Желчные кислоты образуются из холестерина. И все время на холестерин сваливали все беды, связанные с атеросклерозом. Холестерин, конечно, принимает участие в образовании бляшек, но основная беда не в нем состоит. Он нужный компонент, другое дело нужно следить за его метаболизмом. Так вот холестерин эффективно, нормально превращается в желчные кислоты печени, которые принимают участие потом в переваривании, в трансформации пищевых жиров. Но это форма выведения холестерина через желчные кислоты. А если эта проблема не решается, то есть если этот процесс заторможен, то холестерин, естественно, поступает в кровь, его концентрация в крови увеличивается. И это, конечно, фактор риска атеросклероза. Так вот, вот эти компоненты тормозят всасывание холестерина и в то же время стимулируют превращение холестерина в желчные кислоты, выполняя антиатерофклеротическое действие. Немаловажное. Далее. Вот эта система повышает потенцию и усиливает либидо. Очень важно нынешнее время. Далее. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта во всех направлениях, в том числе, преотвращает повреждения слизистой желудочно-кишечного тракта, особенно если прописываются нестероидные противовоспалительные средства. Кстати говоря, а врачи очень часто это делают, в том числе при коронавирусной инфекции. Эта вся фармацевтическая продукция поражает кишечник. Улучшает моторику желудочно-кишечного тракта, что немаловажно, и в целом улучшает всасывание того, что мы с вами принимаем с пищи, либо вот с теми же самыми композициями, о которых речь идет. Антибиотическое противопаразитарное действие немаловажное. Это вообще отдельный разговор, противопаразитарное действие, потому что мы все, начитная и особенно детская часть населения, фактически инфицированы паразитами, тоже на 90%, которые оказывают крайне благоприятные действия. Мало того, что они лишают вас очень многих нужных компонентов пищи, съедают вместо нас, они еще отравляют наш организм и подавляют иммунитет благодаря своим выделениям токсичным. Это очень серьезная проблема. Ее, кстати, надо обсуждать дополнительно и отдельно. Так вот, важно, что вот эта система работает противопаразитарно. Следующее. Гель алоэ, витамин С. Видите, здесь хорошо, правильно написано. Комбинация опять. Гель алоэ, витамин С. Гель алоэ сам содержит витамин С, свой витамин С, то есть свойственные растения алоэ, но сюда добавлены дополнительное количество витамина С. Тут возникает вопрос относительно дозировок. Вот официальная дозировка витамина С, и очень многие компании, так честно говоря, ее стараются придерживаться. Мизерная. 65 миллиграмм витамина С. Вот этой дозе 65 миллиграмм, ну некоторые иногда вдруг снисходят и пишут 80 миллиграмм, да, чуть повышены. Так вот, эти дозы были установлены в 1943 году. Посчитайте, сколько лет тому назад, больше полувека. Как изменила жизнь, как изменился темп жизни, как изменилась стрессовая нагрузка, какие могут быть 65 миллиграмм, о чем вы говорите? Дозы повышенные. Поэтому не надо опасаться, что в геле есть свой витамин С, а сюда еще добавили, и не будет ли это превышения, передозировка. Я, например, рекомендую принимать витамин С дополнительно даже к тому, что мы имеем в гелях, хотя бы чтобы мы с вами, особенно в случае предпродрома и так далее, то есть каких-то болезненных состояний, 500 миллиграмм один раз в день, если вы здоровы, и по 500 миллиграмм три раза в день, если у вас проблемы в галктрограммального периода. Так вот, действие витамина С. Ну, традиционный ответ, витамин С – антиоксидант. Этим еще не все сказано. Он действительно водорастворимый антиоксидант, особенно присутствие флавоноидных соединений, которые усиливают его действие, и других веществ, которые связывают железо. И вот такие вещества вспомогательные, которые усиливают действие витамина С, содержатся в геле алоэ. Я уже говорил только что, что геле алоэ одновременно почти в два раза, на 212% более точно, повышает биодоступность витамина С, всасываемость транспорта. Это очень важный эффект. А вот теперь непосредственно тот эффект витамина С, который имеет отношение к проблеме защиты вот от нынешней любой другой параллельной инфекции. Значит, прежде всего, витамин С защищает генетический аппарат иммунных креток от свободно-радикального повреждения, которое в настоящее время может быть спровоцировано чем угодно. Загрязнением окружающей среды, продуктами питания, которые мы с вами получаем, которые напичканы всякой химией, стрессами, в условиях которых мы живем, и так называемый корона-стресс, даже термин такой появился, вот из-за изолированности, ну и так далее, вы знаете. Это очень важно, вот эта защита витамином С от повреждения. Далее. Витамин С способствует поддержанию клеточных мембран иммунных клеток. Отсюда сохранение их иммунной активности, прежде всего Т-клеточного иммунитета. Витамин С повышает фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, то есть клеток белой крови, так называемые, которые атакуют чужую, чужезародные носители информации, любые, кстати, не только инфекционные, но и раковые, например. Даже в условиях наследственного дефицита активности этих клеток. Далее. Восстанавливает активность натуральных киллеров, НК-клетки называются, которые уничтожают раковые клетки, они поэтому называются киллеры, убийцы. Далее. И что особо хочу подчеркнуть, витамин С стимулирует синтез интерферона или интерферонов, это защитные белки противовирусной направленности. Поэтому витамин С, вот в той ситуации, в которой мы сейчас проживаем, в условиях возможного заражения, это лучше держаться подальше методами санитарных мероприятий, но в случае защиты, и не дай Боже, попадания инфекции, он защищает организм, стимулируя все внутренние иммунные механизмы защиты от инфекции, в том числе вирусной. Теперь следующий компонент этой системы, мы с вами имеем опять гели-аллоэ-вера, цинк. Но вы знаете, что сейчас о цинке не говорит только ленивый. Мне очень жаль, что вот до коронавируса о цинке мало что говорили. Вдруг схватились и стали говорить. Цинк вообще выдающийся микроэлемент, кстати говоря, его содержание в организме достаточно высокое. Оно различно уступает содержанию кальция и магния. Ну, это макроэлементы. Вы обратили внимание, цинк – хилатная форма, подчеркивается. Я напомню, что это такое. Хилатная форма – это комплексы минерала, любого минерала, в данном случае цинка, с органическими молекулами, ну, например, с аминокислотами, может, например, распорогена цинка. Это может быть никотиновая кислота, никотинат или пекалина цинка, никотиновая кислота, витамин В3. Вот это называется хилатная форма. Они наиболее усвояемые. А часто продаются продукты в аптеке, в том числе, которой мы всегда очень доверяем. А тем не менее, продаются продукты, где минералы представлены плохо усвояемой формы. Например, в виде карбоната, в виде оксидов, которые не всасываются просто-напросто. И даже сульфаты, серно-кислые соли, вот цинк, сульфат, например, это дается в аптеке. Но медь, сульфат тоже очень важный продукт. Они конкурируют друг с другом. Если же цинк и медь идут в хилатной форме, на такой форме, которую я описал, хилат, кстати, переводится как клешня. Вот представьте себе две клешни краба, это органические молекулы, а песчинка, которую, допустим, краб захватывает, например, это и есть минерал. Вот это называется хилат, причем это официальное химическое название. Это усвояемые формы всех минералов, вот в том числе цинка. Вот теперь мы о цинке с вами поговорим в различном аспекте, ну, естественно, и с точки зрения той проблемы, с которой мы сегодня так активно столкнулись. Цинк ходит в состав примерно 300 ферментов. 300 ферментов зависят от действия цинка. Ну, я не буду называть особенно биохимические термины и названия, назовем только то, что, так сказать, легко воспринимается на слух. Прежде всего, ферменты, которые участвуют в генетических программах, это называется репликация, транскрипция ДНК, Ну, давайте проще. Передача генетической информации от клетки к клетке, а значит и в случае иммунных клеток. Значит, проблема размножения иммунных клеток, и чем больше иммунных клеток, тем активнее иммунитет, принимает самое активное участие цинк, вот через эти механизмы. Далее. Цинк является фактором роста клеток организма, в том числе роста клеток иммунной системы. Стимулятор антителогенеза. Ну, все время сейчас говорят, вот сейчас прививки собираются делать, нарастает титра антителогенеза или не нарастает. Все время вопрос поднимается. Уверяю вас, что вот прививки, которые, дай Боже, что мы пошли и без осложнений, эффективнее будут работать на фоне приема вот этого продукта, о котором мы сейчас с вами говорим. И пока дело еще до прививок не дошло, не дошло еще, еще рано просто, их нужно испытать еще, чтобы все было надежно. Можно свой иммунитет поддержать вот этими композициями, о которых мы говорим, и тогда эффективность действия тех же самых прививок будет выше. В том числе и титр антител будет нарастать эффективнее, особенно если учесть, что 100% дефицит цинка. Какие антитела? Вы знаете, насколько серьезно? Потому что об одном мы говорим, а о другом забываем. Вот я бы, например, говорил о прививочном, допустим, компании прививочном. Вот принимайте вот эти продукты до прививки, а потом вам сделают прививку, и она будет работать несравненно более эффективно, чем так, как пытаются это сделать в будущем у нас, не обращая внимания на все остальное. Далее, цинк влияет на активность Т-лимфоцитов, то есть Т-клеточного иммунитета, это как раз клеточный иммунитет, который атакует носителей чужеродной информации, он же стимулирует их размножение, то есть пролиферацию. Дефицит цинка повышает смерть Б-клеток, то есть апоптоза это называется, Б-лимфоциты, которые производят антитела. А дефицит цинка, который у нас у 100% наблюдаются, ну может быть не у 100%, те, кто принимает препараты цинка, у них, наверное, нет такого дефицита, но подавляющее большинство ничего в этом отношении не делает. Далее, кроме того, всем известно, что в организме имеются генераторы, производители различных иммунных клеток, и один из них – это вилочковая железа, или тимус, который находится вот в средостении. Так вот, при дефиците цинка снижается активность тимуса, вилочковой железы. И тем самым автоматически снижается число лимфоцитов. Более того, раньше существовало представление, что с возрастом идет инволюция тимуса. Это естественный процесс, как бы не надо писать о том, что прививки от коронавируса – это фейк. Не надо. Такую информацию не надо распространять. Это вредно. Без прививки мы все равно не обойдемся. Вот кто-то пишет, что это фейк. Если это фейк, как вы считаете, тем более надо принимать вот эти продукты, которые собственный иммунитет нормализуют. Так вот, долгое время считалось, что тимус постепенно угасает. Просто с возрастом. А потом оказалось, что на самом деле это проявление дефицита цинка. Естественная инволюция, так называемая тимуса. Я не говорю о других функциях цинка. Но достаточно сказать, что цинк является фактором синтеза тестостерона, основном мужского полового гормона, и поэтому повышается потенция. Но дело не только потенции. Как-то опять принято писать, что вот тестостерон повышает потенцию. Тестостерон – это гормон мужской, который действует на широчайший спектр функций. Мы как-то привыкли, когда говорят о женском организме, то женские гормоны и первая и вторая фазы цикла, имеются в виду эстрогены и прогестины, все аспекты действия постоянно обсуждаются. А что касается тестостерона, то всегда обычно говорят только о повышении потенции, ну и все, что связано с этим. А на самом деле действие тестостерона намного более многопланово. Я не хочу на этом устанавливаться. У нас не основная тема вот этой направленности. Но нужно помнить, что тестостерон определяет вообще всю функцию мужского организма. Уж достаточно сказать, аспортсмены это знают, что для того, чтобы иметь хорошую мужскую мускулатуру, нужно обязательно, чтобы был достаточный уровень тестостерона. А сердечная мышца, а интеллект и так далее, и так далее. Я не хочу развивать эту тему. Так вот, цинк играет исключительно важную роль в системе синтеза тестостерона. И одновременно цинк играет очень важную роль в предотвращении таких заболеваний мужских, возрастных, как аденомопростаты, как простатиты, которые поражают мужчин сейчас очень рано. И вот этот продукт и в этом направлении будет эффективно работать как источник цинка вместе с гелем алоэ. Вот советую очень серьезно обратить на это внимание. О цинке можно много говорить. Дополнительно цинк принимает активнейшее участие в синтезе гема. А гема – это не только гемоглобин. Вот в случае коронавируса идет поражение сосудов, кстати говоря, и гемоглобина. Гемоглобина – проблемы возникают. Значит, гипоксические состояния, а значит, усиливаются перекисные процессы. При гипоксии всегда усиливаются перекисные процессы. И поэтому нужны обязательно антиоксиданты. Вот в случае коронавирусной инфекции почему-то об этом тоже не очень говорится, к великому сожалению. Средства массовой информации антиоксиданты вдруг забыли в случае коронавируса. А ведь цинк, в ходе состав ферментов, первая линия антиоксидантной защиты. Фермент называется супероксидис мутаза. Цинк – медзависимая супероксидис мутаза. Исключительно важный фермент, которого начинается вся защита. Без него никакой защиты не будет. Мы говорим много о том, что для того, чтобы повысить иммунитет, в том числе против коронавируса, нужна физическая нагрузка, которой мы лишены. И если мы физически нагружаемся, то поступление, усиленное, естественно, при физической нагрузке, поступление кислорода стимулирует образование супероксидис мутазы. То есть фермента первой линии защиты. Задача спрашивается, а если цинка не будет в питании, 100% дефицит, какой синтез супероксидис мутазы? Поэтому очень важный аспект действия этого продукта – комбинированное антиоксидантное действие. Я потом, если останется время, мы уже 40 минут работаем, останется время, несколько слов подробнее скажу, потому что подавляющее большинство пишущих об антиоксидантной системе пишут одно, что антиоксиданты борются с свободными радикалами. Все, больше ничего. На самом деле все намного серьезней. И я, например, могу привести 7 механизмов антиоксидантного действия, природных антиоксидантов. Это обязательно надо учитывать. Просто обязательно учитывать. И вот следующий компонент – это селен. Обращаю внимание, органическая форма двухвалентного селена. Из школы надо помнить, что каждый металл имеет, в ионном виде, имеет заряд. Вот цинк двухзарядный. У него других форм зарядности нет. Поэтому мы ничего не говорили о том, какой цинк должен быть в своем таком зарядном или валентном состоянии. Он всегда двухзарядный цинк. А вот селен может иметь три зарядности или степень окисления называется. Селен плюс 4, селен плюс 6, плюс 6, и селен минус 2. Вот селен, который уходит в состав этого продукта, это органическая форма селена, которая имеет заряд минус 2. Так вот, аминокислота, содержащая селен, называется селеноцистеин, 21-я белковая аминокислота. 15 лет тому назад об этом даже не говорили. А теперь мы знаем, что аминокислот, с которым строится белок, 21, а не 20. 21. И вот 21-я аминокислота, селеноцистеин, вот в селеноцистеин входит селен с зарядом минус 2. И это биогенная форма селена, для которой имеется кодирующий ее триплет в генетическом материале. А селен плюс 4, плюс 6, это селенит и селенат натрия, которые продают в аптеке, кстати, под названием неоселен. И токсичность вот этого селенита, селената натрия такая, как у мышьяка. Как вы думаете, какое будет отношение к такому продукту, который имеет токсичность яда по существу? И селен в таком зарядности яд. А вот в случае двухвалентного селена, это биогенный материал, который, при включении которого, запрограммировано в геноме. Вот почему я это особо подчеркиваю, что здесь используется вот такая форма селена. И заменять его неоселеном ни в коем случае не надо. Это опасно. Вот возьмите, купите его, посмотрите, какая там инструкция. Там все по каплям делается, и не дай Боже превысить. Я, например, всегда в лекциях говорю хозяйкам, если вы хотите вырастить что-то, содержащее селен, например, в чеснок. Вот этим вот неоселеном, разведенным там в воде, поливайте свой чеснок на приусадебном участке или даже где-нибудь в баночке на окне. Он тогда будет накапливать тот селен, который нужен. Здесь он уже идет в нужной форме. Селен. Функции. Селен входит в состав нескольких десятков ферментов. Белков, различных белков. Но прежде всего мы говорим об антиоксидантной функции селена, потому что селен входит в состав одного очень важного фермента, который продолжает действие цинкмедзависимой супероксидисмутазы. Этот фермент называется селензависимая, селензависимая, глютатион пероксидация. Я понимаю, что названия сложные, если не запомните их, ну, будем помнить хотя бы о селене. Это фермент второй линии защиты, принципиально важный. То есть можно, кажется, рассуждать, я буду принимать цинк, он же тоже антиоксидант, а без селена обойдусь. Нет, не обойдетесь. Почему? Потому что супероксидисмутаза, вот которая содержит цинк, работает так, что нейтрализуется лишь одна активная форма кислорода, опасная, а вторая, то есть перекись водорода, остается. А перекись водорода, внутриклеточная, распадаясь, дает очень опасный гидроксильный радикал. Гидроксильный радикал. Один из самых токсичных и активных. Благо, что он живет короткое время. Но он успевает образовать из жирных кислот, например, мембрам, либо пищевых жиров, перекиси. И вот эти перекиси нейтрализуются вот этой селенозависимой, зацепиомпероксидазой. Поэтому работа системы зависящая от цинка, то есть супероксидизмутазы, цинк неизависимый, и работа селенозависимого фермента, то есть селенозависимого амбрам, 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 представляет собой единую систему. Два этапа абсолютно обязательных. Это мы особо подчеркиваем. Потому что у нас принято об одном говорить, а обо втором не говорить ничего. Вот цинк нужен. О селене много, долгое время не говорилось, а мы обязаны сказать об этом, о том, что такие продукты работают только комплексно. Вот почему сюда введем и цинк, и селен. Как работает селен? Итак, мы с вами сказали, что это один из важнейших антиоксидантов, который работает в составе ферментной защиты, антиоксидантной. Что он делает, как антиоксидант? Прежде всего, во-первых, он предотвращает, защищает от перекисных процессов, понятно, от радиационных воздействий, а мы с вами в крупных городах все время живем в условиях радиационного воздействия, пусть слабого, но мы же там до года не находимся, это же имеет значение. Я уже не говорю о тех, кто работает на соответствующих предприятиях. Далее. Селен предотвращает от тератогенного действия, то есть передачи генетических изменений по наследству. Селена обладает противораковым действием весьма эффективным. В настоящее время получена очень серьезная информация, что существует обратная связь между уровнем потребляемого селена, вот такой форме, о котором мы рассказываем с вами, и заболеваемость раком, молочной железы, матки у женщин, желудочно-кишечество от ракта у тех и у других, легочные ткани и так далее. И Селен входит в национальную противораковую программу, которая была принята Институтом рака в Соединенных Штатах Америка как национальная программа профилактики рака. И Селен одновременно, что чрезвычайно важно, является иммуномодулятором, потому что дефицит Селена, который у нас, как я уже сказал, наблюдается у 90% населения, хотя он доступен, сопровождается иммуносупрессией, то есть подавлением иммунитета, снижением устойчивости к вирусным инфекциям. Более того, дефицит Селена повышает вирулентность, то есть способность заражать очень многих вирусов, в частности ВИЧ-инфекции, гепатита, вирус Коксаки, так называемые, которые вызывают сердечные заболевания, дистрофию сердечной мышцы. И уверяю вас, что дефицит Селена снижает сопротивляемость к коронавирусу. Вот эти постоянные дефициты Селена. Конечно, совместимы, вот спрашивает Альталкун, совместимы лимоны, гелии, гриппеиши. Конечно, совместимы. Конечно, совместимы. Просто мы отдельно все рассматриваем, поскольку это лекционный курс. Безусловно, совместимы. Правильно вы написали их. Надо принимать вместе, по крайней мере, в один день. Далее. Назначение Селена, вот я уже сказал, значит, для предотвращения инфицированности, любой, в том числе, вирусной, для элиминации, то есть, выведения вируса из организма и снижения его титра, то есть, концентрации вируса. Это имеет принципиальное значение. Дальше. Сирен повышает продукцию антител против различных инфекционных агентов. Опять мы об антителах заговорили. Вот вы понимаете, и почему я начал говорить, я же, что прививки, дай Боже, чтобы они были, должны быть сделаны на фоне потребления вот такого или таких продуктов. принципиально важный вопрос, чтобы мы ликвидировали свои дефициты. Ну, естественно, канцерогенная опасность никуда не делась, между прочим. Вот, инфекция коронавирусная, коронавирусная, но все остальные проблемы остались. Очень важно. Так вот, снижает смертность от рака. Мы здесь как раз, как больше противораков препарат спрашивают. Я сейчас говорю о этом продукте, но вместе с Рейши отдельный разговор о Рейши будет. Там, так называемые бета-гликаны, которые тоже являются противораками, но они работают по другому механизму, и это очень важно совместить два разных механизма действия. Мы сейчас говорим о Силене. Так вот, смотрим, Силен снижает смертность от рака, по американским данным, легких почти на 50%, молочные железы и дозы даны, вот, пожалуйста, 140-200 микрограмм Силена плюс витамин Е, который есть, кстати, в алое, но его можно и добавлять. Далее, это проблемы простаты, рак простаты, заболевания, которые, не дай Боже, оно как пожар, толстой кишки, прямой кишки, кожа ободочной кишки, костной системы. И вот, я цитировал вам данные Института рака Соединенные Штаты Америки, вот, пожалуйста, для профилактики опухоли молочной железы у женщин рекомендуемая национальная доза Соединенных Штатов 55 микрограмм Силена в сутки, простаты у мужчин 70 микрограмм Силена в сутки, ну и при аденоме простаты увеличивается эффективность, увеличивается при комбинации с цинком. Вот мы с вами имеем комбинацию с цинком, а гель алоэ усиливает, увеличивает биодоступность всех этих компонентов, ну прежде всего, как я уже сказал, витамина С, витамина Е, фактически усиливая, сейчас немножечко я переключу, так, а чего здесь, мы цинк уже с вами рассматривали, сейчас одну секундочку, так, витамин С, что-то начало повторяться, так, цинхилатная форма, сейчас, секунду, Сиен, так, так, теперь лимон, опять с гелем алоэ, алоэ вера, ну мы в лимоне с вами привыкли, что, выжимать его, да, или добавлять в чай, считая, что желтая кожура, это тот продукт, который надо выбраться, а совершенно опрасно, между прочим, это очень богатый продукт, не только витамином С, кожура, кожица имеется в виду, а и биофлавоноидами, которые существенно усиливают действие витамина С, вот поэтому и здесь написано, кожица в 10 раз богаче мякорьки, а мы выбрасываем такой ценный продукт, ну и понятное дело, что кожура лимона, через свои компоненты, это не только антиоксидантное действие, антитоксическое действие, это улучшение и усиление иммунитета, это нормализация кислотно-щелочного равновесия, а об этом сейчас очень много говорят, что сок лимона ощелачивает. Вот эти слова, вообще-то говоря, несут в себе массу неопределенность, что они сейчас ощелачивают, что ощелачивают, кого ощелачивают. Мы не будем эти вопросы обсуждать, это вопросы так называемой кислотно-основных состояний, кощер, кислотно-щелочное равновесие, отдельный вопрос, но то, что они благоприятно, сок лимона, действуют на кислотно-щелочное равновесие организма, это по моче очень легко определить, кислая и щелочная моча, да, кровь имеет постоянное PH, и не надо фантазировать по поводу того, что ощелачивание крови приводит к пользе, не надо, это все-таки пустые разговоры, которые нужно серьезным образом обсуждать. Великое мнение, пока все это обсуждается крайне серьезно. Я не буду этого вопроса касаться, но то, что лимон обладает способностью ощелачивающим, парадокс, ведь он кислый, а щелочь-то не кислая, это связано с тем, что цитрат, то есть лимонокислый натрий, который имеется в лимоне, лимонокислый калий, натрий и так далее, они дают среду щелочную, но важно определиться, где. Не будем этот вопрос обсуждать, пока в общем плане. Нас интересует сейчас вот проблема, которую мы с вами переживаем, и поэтому лимон, действительно, весь лимон, является очень важным фактором повышения сопротивляемости организма, укрепления иммунитета, ну и, как вы знаете, просто приятным продуктом. Вот бытовой лимон, конечно, можно использовать так, как мы используем его обычно, а можно его заморозить, а потом натереть на терке, и вот эту вот массу добавить, добавлять обязательно любые, ну совместимые с ним продукты, и вы будете не только вкусовой эффект получать, но еще массу пользы от высокого содержания витамина С, биофлавоноидом, лимонной кислоты в кожуре лимона. Ну, можно задать вопрос, а какую пользу играет лимонная, выполняет лимонная кислота? Ну, кислая, ничего подобного. Дело в том, что органические кислоты, овощи и фруктов выполняют важнейшие энергетические функции. Врачи, наверное, помнят из курса, цикл Крепса называется. Это энергетический цикл клетки, от которого зависит работа абсолютно всех органов, потому что это энергия. Так вот, цикл Крепса называется не случайно лимонокислый цикл. Так он называют, цикл лимонной кислоты. Значит, лимонная кислота и прочие кислоты, которые образуются в этом цикле, он очень сложный, играет исключительно важную энергетическую функцию, а следовательно в поддержке энергетики всех клеток, в том числе клеток иммунной системы, о которой мы с вами говорили. И сюда лимон добавлен, не только для того, чтобы создать вкусовой эффект там кислоты, а на самом деле вот той точке зрения, которую мы с вами обсудили. Это чрезвычайно важное обстоятельство, и я бы хотел, чтобы вы обратили, это просто старая презентация, здесь 3 октября написано, чтобы вы обратили на эту сторону, на эту сторону самое серьезное внимание. Итак, мы с вами обсудили комплексный, разумно подобранный продукт, где, в котором имеется, я сейчас снова перейду начальному слайду, сейчас, секундочку, состава его, еще раз, чтобы обратить внимание, насколько разумно этот состав представлен. Сейчас, сейчас, снова дойду, секундочку, так, еще раз. Так, перед вами. Посмотрите, вот эту композицию, которую мы с вами обсудили в основном. Ну да, мы не коснулись с вами действия меда. Как будто бы всем известный компонент, мед, но мед, тем более цветочный мед, содержит, во-первых, антибиотики, природные, которые называются фитонциды. Мед содержит великолепный набор минералов, кстати говоря, туда обходит и цинк тоже. Просто мед, это продукт фактически растительного происхождения, он трансформируется в организмы пчел, безусловно, но берут-то они взятку на растениях, так вот важно, где эти растения выращены и где пчелы брали взятку, как это называется, мед. Значит, мед содержит фитонциды, то есть вещества антибактериального, антивирусного, антипаразитарного и прочего действия. Мед содержит высокий процент фруктозы, а не глюкозы, достаточно количества, поэтому этот продукт не противопоказан диабетикам, диабетики всегда боятся сладкого, вы понимаете, я сейчас это все понимаю, так вот, здесь мед за счет фруктозы не требует инсулина для своего усвоения, здесь он в разумных количествах, и надо сказать, что мед, высококачественный мед из соответствующих производителей был в свое время рекомендован даже очень известным российским эндокринологом профессором Барановым даже больным диабетом, тяжелым диабетом, ложка меда в день не была противопоказанной, несмотря на сладкость его, так вот, не надо этого бояться, вот этот продукт является прекрасным средством для диабетиков, почему? Цинк работает здесь, без которого инсулин вообще не образуется, не транспортируется, не связан со своими рецепторами, цинк для диабетика абсолютно важен, антидиабетическим действием обладает имбирь, кстати говоря, селен абсолютно обязательно, я уже об этом говорил, и вот компоненты меда. Вот мы с вами имеем вот такую композицию, это не просто набор материала, вот сумму взяли и смешали все, а плюс на основе алоэ, и поэтому здесь работает так называемый принцип синергизма, недаром здесь хорошо вот поставлен большой плюс, не просто маленький плюсик, а большой плюс, вот этот большой плюс как раз и говорит о том, что этот продукт комбинированного действия синергисты, то есть усиливающие действия друг друга. И если мы встретимся, надеюсь, встретимся еще, вот вопрос, который мне задала кто, айтолкун, по-моему, можно ли комбинировать с рейши, я еще раз повторяю, очень полезно комбинировать с рейши, если кто-то из вас, кто-то сказал, жует целостный лимон, хотя он горьковатый, жуйте на здоровье, но можно это сделать и иначе, заморозить его в морозилке, лимон натереть на терке, добавлять его абсолютно во все продукты, никаких противопоказаний нет, кроме аллергической реакции, но мы аллергическую реакцию с вами предусмотреть не можем, это сами понимаете, мне там хруппы ошибки. Вот мы с вами имеем сейчас очень актуальный продукт, особенно нынешнее время, эпидемия вируса, вирусного, коронавируса, нарастает, и вот при всех тех санитарных нормах, которых много, вероятно, мало делают, обязательно нужно сопротивляться вирусу самому, то есть укреплять свой, поддерживать, укреплять свой иммунитет, если кто-то этого не делает, то нужно прямо с сегодняшнего дня, потому что защита самого организма это определяющий фактор поддержания здоровья. Так что вот на этом мы с вами заканчиваем наше обсуждение. Если у вас есть вопросы, напишите, я на вопросы отвечу, любые вопросы. Вот, но давайте оптимистами все-таки быть с точки зрения того, что прививка должна быть разработана, она разработана, должна быть испытана, надежно испытана, но прививка будет работать только на фоне нормального обеспечения всем тем, о чем мы сегодня говорили. Это очень важное обстоятельство и я очень жалею, что когда о прививках говорят очень много, вот по телевидению, не говорят о том, о чем мы сегодня с вами говорили. Нужна почва подходящая, то есть наша собственно обеспечена всем необходимым. Вы же не посадите семена в бедную почву удобрения. Нет, обязательно удобрения вносится, а здесь не то же самое. Вот это очень важное обстоятельство и я надеюсь, что вы прислушаетесь к нему. Онкология простаты, ему 65 лет, две операции, ПСН. Вот, самая мощная защита от рака, не дай Боже, от его воспроизведения, это иммунная защита. Иммунная защита. Поэтому, пожалуйста, внедрите вот вашему мужчине, не знаю, 65 лет комбинацию вот этого продукта, рейши, обязательно, обязательно, потому что чем более мощный иммунитет у нас будет, общий иммунитет, тем мы более защищены от онкологической опасности, которая, кстати, чрезвычайно велика и никуда не делась на фоне коронавируса. Как-то мы забываем об этом. Понимаете, да? Вот, поэтому нужно об этом помнить, что раковая опасность над нами всеми нависает, особенно с возрастом. И поэтому нужно организм свой, с точки зрения иммунной сопротивляемости подготовить, потому что высшим контролером будет онкология или не будет, является иммунитет, иммунитет, поскольку иммунная система отлавливает, определяет раковые клетки, а раковые клетки у нас образуются днижесекунд, до десятками тысяч, и они чего не преувеличивают. Это серьезно все. Но если иммунная система эффективна, то иммунная система их идентифицирует и уничтожает. И вот здесь вот эта комбинация с рейшей работает чрезвычайно эффективно. Почему? Потому что гликаны, так называемые бета-гликаны, они разные, я химию не буду вдаваться, 1,4, 1,6 и другие, они мало того, что повышают иммунную защиту, они еще метят раковые клетки, раковые клетки, для того, чтобы иммунная система их могла отличить от здоровых. Это принципиально важно. Синтетическая фолиевая кислота в составе. А вы откуда знаете, что она синтетическая? Обычно фолиевая кислота биотехнологическая. Вы знаете, какая структура фолиевой кислоты насколько сложная? Синтезировать ее это не очень веселое дело, я могу сказать, как химик. Это серьезно все. А она биотехнологическая, поэтому она практически натуральна. Гепатит С. Ну что можно предложить? Предложить можно опять то же самое, о чем я сегодня вот час-пять минут вам говорил. Гепатит С, к сожалению, пока не лечится, единственное, что это комбинация вот таких продуктов, о которых мы с вами говорили. Другого выхода нет. Иммунитет. Все, дорогие друзья, берегите себя, ходите в масках, не стесняйтесь, ходите в перчатках, заходите в магазины, где есть обязательно дезинфицирующие средства и время от времени просто дезинфицируйте руки хотя бы. Я это активно делаю. любая точка питания, а там столовая, кафе, везде обязательно есть. И чем вы активнее будете это все делать, плюс улучшение, укрепление иммунитета, тем больше вероятности, что мы с вами будем здоровы. Другого выхода нет. Все, желаю вам здоровья и очень внимательно будем относиться к санитарным нормам и к укреплению своего иммунитета, иммунитета наших близких и знакомых. Всего вам доброго, будьте здоровы, всего доброго. Все, вопросов больше нет. А вот...